Неделя российского кино в Париже. В ходе фестивального показа во французской столице были представлены 18 картин. Только современное кино, в основном работы прошлого года, как художественные, так и документальные фильмы, авторские ленты, арт-хаус. В программу киносмотра вошли нашумевшие географ-глобус пропил Александра Велединского и легенда номер 17 Николая Лебедева, который рассказывает о легендарном хоккеисте Харламове. Режиссеры, актеры, производители представленных лент до и после сеансов отвечали на вопросы зрителей. Среди прибывших в Париж режиссер Станислав Говорухин. В эти же дни российские ленты можно увидеть и в другом городе Франции, Марселе. Фильмы демонстрируются в оригинале с французскими субтитрами. Неделя российского кино во французской столице проходит уже в 11-й раз. Речь идет о поколении, 40-летних, это нам близко, все актеры и актрисы, которые играют Амирина Общесимова. Мы принадлежим этому поколению, которые выросли в одной стране, а сейчас прошли все с ней коллизии и живем сейчас в совершенно другой стране России. Не в Советском Союзе, а в России. Вот, наверное, в двух словах. Поэтому нам дорог очень проект и эта картина. Для меня важно, что зрители, во-первых, что зрители ходят, что, допустим, здесь, во Франции, что меня поразило, наверное, самый большой процент иностранных зрителей приходит. Потому что обычно сюда приходит русская эмиграция. А тут, мне кажется, было 50% настоящих французов в зале. И это, конечно, сильно вдохновляет. И приятно, что им интересно наше кино, русское кино. Мне очень понравился фильм «Небесные жены луговых морей». Действие происходит на Урале, и ты путешествуешь по тем местам, когда смотришь на эти пейзажи, постигаешь истории местных жителей. Там и красивая эротика, и юмор, и вообще уникальность того быта. Продолжение следует...